Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы продолжаем следить за событиями, которые происходят в городском округе Люберцы, далеко за его пределами. Особенно приятно, когда речь идет о людях, которые увлекаются любимым делом, помимо основных своих работ, а именно, например, любят велосипедное движение. И такое велосипедное движение, если можно так сказать, есть и здесь. И у нас в гостях организатор и основатель велоклуба Борис Шереметьев. Здравствуйте, Борис! Здравствуйте! И сооснователь, может, тоже основатель велоклуба, велопутешественник Алексей Курлуков, который уже был в одной из наших программ. И я так понимаю, Алексей, что вы недавно побывали с велосипедным визитом на Байкале, правда? Совершенно верно. Сколько вы там были по времени, кстати? Ну, само путешествие заняло 94 дня. 94 дня. На Байкале, конечно, поменьше. И нам еще, потому что я вот тоже немножко велосипедом занимаюсь, но на дальние расстояния я, естественно, подвожу куда-то велосипед. Тем более сейчас в Москве уже есть возможность практически в любом автобусе, после того, как троллейбусы отменили, перевезти велосипед куда-нибудь подальше, в какой-нибудь парк поехать. А вы начинали движение откуда? Отсюда? С Люберц, да. Так. И все своим ходом. Вот, 94 дня. На самом Байкале сколько вы, Валя, по времени? Где-то около недели. Около недели. И обратно? Или обратно все-таки? Обратно уже самолетом. Самолетом. О, красиво. Хорошо. Ну, мы еще сейчас поговорим об этом. Я Бориса хотел подключить к разговору. Мне кажется, что сегодня, даже с появлением вот в больших городах возможности приобрести довольно неплохой аппарат, но тут вы меня тоже, наверное, и нас всех развенчаете, что все то, что продается в больших гипермаркетах, это, конечно, велосипедом трудно назвать в том понимании, о котором мы говорим. Но, тем не менее, есть возможность разного транспорта. Мало того, есть возможность взять в аренду. Сейчас, да, уже даже депутаты задумались над тем, что надо что-то делать с самокатчиками, которых очень много и которые нарушают правила дорожного движения. Причем про велосипедистов это чуть меньше говорят. То есть, сегодня мы четко понимаем, что интерес к велосипеду вернулся практически на 100%. Это так? Вы знаете, наверное, кривая жизни выводит к тому, чтобы люди пользовались. То есть, это экономически выгодно. Это выгодно в плане экономии своего времени в большом мегаполисе. Могу заметить, например, такой факт, что расстояние в радиусе 10 километров, например, в Москве, то есть, потребность передвигаться в радиусе 10 километров, она по времени, скажем так, занимает времени меньше, чем автомобиль. Ну, да, если просто запустить навигатор, то сразу видно будет. Да, люди это понимают, это понимают общество. То есть, тут уже вопрос в понятии общества, когда люди стали ценить время больше. То есть, это нормальный вид транспорта? Это нормальный вид транспорта. Если раньше велосипед был, я помню, нам дарили там на каком-то возрасте, сначала у меня, по-моему, был школьник или орленок, что-то такое, а потом был такой велосипед Украина, как бы солидный и так далее. И потом проходит время, ты уже взрослый, как-то на велосипеде вроде и не ездили особо, ну, за исключением там особых увлекающихся людей. То есть, сегодня ты действительно смотришь по городу, огромное количество людей движется на велосипеде. Или на самокате, или вот еще сейчас, правда, новый вид передвижения, просто едешь себе и ничего не делаешь, и хорошо, да? Но велосипед – это немножко другое, это все-таки какая-то культура. Вот с возвращением велосипеда или с приходом его в новом амплуа, как транспорта, насколько люди вообще отдают себе отчет в том, что такое велосипед, каким он должен быть, где его приобрести, чтобы не на пластмассе ездить, правильно? Я понял ваш вопрос. На самом деле, людей, которые понимают, что такое велосипед, как с ним быть, их гораздо больше, чем пользователи. Мы сейчас как раз находимся в том времени, в котором многие уже понимают, но немногие еще сделали первый шаг. Потому как все-таки инфраструктура и прочие обстоятельства, они несколько мешают. То есть, какие-то мелочи, которых можно избежать в этой жизни, но они присутствуют. Они не дают людям сесть на велосипед, начиная от просто стереотипов каких-то, заканчивая мелкими бытовыми вещами. Негде припарковать. Да, то есть, невозможность приехать на работу. То есть, для многих это очень большая проблема. У меня был такой опыт, я целый год добивался того, чтобы я мог парковать велосипед на работе. Я добился, да, я добился, и потом год ездил нормально, да, то есть, два. Ну, просто не пусть искать вашу проблему, хоть на улице его ставлю. Ваша проблема, собственно, велосипед сейчас, хороший велосипед, это не дешевый транспорт. Ну, сколько вот, чтобы человек, который хотел бы купить нормальный велосипед, я имею в виду в нормальном месте, не просто на улице где-то, тысяч пятьдесят должен быть? Тысяч пятьдесят не менее для ежедневного использования, да, для того, чтобы не иметь больших проблем. То есть, он железный более-менее? То есть, физических, он более или менее доступен для того, чтобы ездить. Это не макет, это не там какое-то изделие. И если даже что-то произойдет, есть шанс, что с вами не произойдет серьезный транспорт. Да, это не изделие из гипермаркета. Понятно. Мы еще к этому вернемся. Сейчас хочу подключить к разговору Алексея. Все-таки расскажите нам, потому что у меня вот столько уже вопросов про велосипед, но я хотел бы все-таки вернуться к составной части этого велопутешествия, да, потому что для многих, конечно же, велосипед – это прогулка, выходные, кто-то, может быть, еще не готов на работу ездить в силу ряда причин, потому что как же костюмы, а как я поеду и так далее. И потом в Европе, конечно, и то не везде там более традиционные истории, в том числе и велопутешествия, но у нас тоже потихонечку начинаются всякие велопробеги, и зимой есть, и разные направления. Вот вы побывали на Байкале. Это у вас уже какое путешествие, Алексей, по счету? Четвертое. Четвертое. Напомните, какие были еще? Первое – это в Минск, Белоруссию. Да. Второе – это в Финляндии. В том году до Владивостока. То есть Казахстан, Монголию полностью проехал. Ну, а в этом году только по России. Ну и как? Куда дальше путь держим? Ну, пока надо восстановиться, набраться сил. То есть это весной, скорее всего, да? Ну, не раньше. А зимние бывают путешествия такие, ну, нестандартные? Нет, ну люди ездят, конечно, но я, наверное, для себя пока еще не готов на это. Что было на Байкале? Как велосипед себя вел? Ну, вы уже опытный человек. Вы как-то заранее снимали какие-то гостиницы, как-то все расписали себе? Или так, на удачу? Автостопом собственным? У меня палатка. Поэтому гостиница в крайних случаях, когда там либо замерз, либо промок, либо еще что-то нужно там в городе поделать. А так 99%. Вы один ездили? Да. Но не грустно вот одному? Все-таки вот целый весь клуб, и не один, я так понимаю, никого не предложили. А вдруг с вами что-то случится? Да нет, ну, телефон-то есть, связь есть. Вот. А если брать с кем-то, то тут, знаете, вот уже в большом городе выходные иногда сложно встретиться. Там с семьей, с друзьями и так далее. А спланировать такую длинную поездку еще сложнее. То есть это такой способ отдыха от людей еще, наверное, да? Когда сам по себе существуешь, хорошо. Я и мой, и как там, друг мой велосипед. Ну, я бы не сказал, что это отдых от людей. Это просто как будто мое какое-то некое хобби. То есть я кайфую от природы, от увиденного, от всяких разных локаций, людей. А вот вы так много уже наездили. Велосипед-то менять надо. Ваших несколько же, наверное, я так понимаю, или один? Ну, один. Один. Но он же как-то нарабатывает на отказ, есть такое выражение. Меня просто по дороге ограбили. Так. И в тот день, когда меня ограбили, я, соответственно, велосипед подарил той семье, которая меня приютила. Поэтому он сейчас едет, ну, в процессе туда, в ту семью. Очень интересно. Это в Громадск. Теперь у вас будет новый. Или пока нет у вас велосипеда сейчас? Ну, пока нет. И вот тут мы плавно переходим к Борису, потому что не зря этот вопрос адресовал. Я внимательно стежу за велосипедами. Я имею в виду, когда приходишь в какой-то магазин, ну, во-первых, сравниваешь со своим. У меня, как мы выяснили, не самая плохая история. Но почему сегодня, ну, вот массовая, что ли, культура, да, магазины спортивные, самых разных брендов предлагают велосипеды, которые, ну, просто небезопасны. Да, в основном это продукция, там, чаще китайского производства или каких-то других производителей. Ведь это же все-таки средство передвижения, небезопасное. Как правильно выбрать велосипед и куда обратиться? Может быть, какое-то общее сообщество есть в России? Какое-нибудь там. Государство вообще этим интересуется? На чем народ-то ездит? Государство этим не интересуется, но сейчас эпоха интернета. В интернете есть масса, очень большая масса сообществ, где люди готовы помочь. Вот, то есть, есть чаты магазинов, например, в которых есть грамотные консультанты. Есть магазины велосипедные, в которых тоже есть достаточно грамотные консультанты, которые в соответствии с вашими целями подберут таки велосипед более вам подходящий. Но это очень похоже, понимаете, тоже на автомобиль. Вот человек выучился водить автомобиль, да, опыта у него еще нет, но у него есть деньги, да, он приходит, например, в автосалон. Вот понятно, что, исходя из его предложений, ему подберут. Но, опять же, вероятность того, что все отношение к нему будет стопроцентно вот такое лояльное, ну, под вопросом. То же самое здесь. Если человек решил пересесть на велосипед, вдруг вспомнил и почувствовал, что, ну, есть у него такое желание. Сейчас, неважно, какой возраст, 20 лет тебе, 30, 50, 60, катаются все при желании. Как не ошибиться в выборе? Потому что и за 50 тысяч можно же пластмассу продать, правильно? Надо пользоваться, соответственно, уважаемыми продавцами, то есть, коих... Посмотреть, кто там что пишет. Посмотреть на отзывы, да, посмотреть на отзывы о продавцах, и тогда станет понятно больше, можно сказать. Нужно познакомиться с людьми, которые катаются на велосипедах, которые имеют хороший опыт, большой опыт, да, то есть, какие-то, может, спортивные достижения. То есть, если человек решил заняться велосипедом уже больше как спортом, вот, то... Возможно, у него уже есть какие-то друзья-спортсмены. Возможно, среди них, как есть же правило шести рукопожатий, да, то, что вы знаете. Возможно, есть велосипедисты среди этих спортсменов. И уже лично пообщавшись, или даже посетив продавца магазин, да, то есть, это уже будет не как выбор автомобиля, где там вкусовых каких-то аспектов больше велосипеда, то несколько другое. Тут меньше вкуса и выбора в цвете, а больше, скажем так, технических аспектов. Ну, технология, да. Для чего там, какой ты хочешь шоссейный или там спортивный, или там еще какой-то. Конечно. Сейчас какие угодно есть варианты. Но мы еще поговорим во второй части о разновидностях. Просто у нас первая часть потихоньку движется к концу, а я хочу успеть еще Алексею адресовать вопрос. Вот все-таки, я так понимаю, вы сейчас будете ставить перед выбором очередного своего железного друга, да, так я понимаю. Вот для таких дальних поездок, да, вы на что сейчас обращаете внимание? На удобство в посадке, на колесо, на какие-то данные, там, количество скоростей, что для вас важно? А что вообще важно для велосипеда, для велопутешественника? Ну, есть, наверное, такое универсальное понятие, как гравинный велосипед. Вот, это что-то более такое уже, ну, почти на 100% идеальный вариант. Вот, то есть, поуже колеса и, как бы, резина своеобразная, то есть, там можно разное выбрать. И посадка, и скорость, и, наверное, что-то вот в этом плане. Ну, для вас скорость важный фактор, или... Нет, для меня проходимость, скорее, важнее. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях сегодня Борис Шереметьев, организатор, основатель велоклуба, Алексей Курлыков, велопутешественник, тоже основатель клуба. И говорим мы, вот, за такое короткое время нам надо обсудить, как велосипед сегодня переживает второе или третье рождение, не только в нашей стране, но и в мире. Ну, и, конечно же, о том, что можно путешествовать на велосипеде не только во дворе своего дома или на даче, но и, например, уехать на Байкал или во Владивосток. Через некоторое время вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Борис Шереметьев, организатор и основатель велоклуба, Алексей Курлыков, велопутешественник, тоже основатель клуба. Мы говорим о возвращении велосипеда или, может быть, даже не о возвращении, а об его активном участии в нашей сегодняшней жизни. И следующий вопрос. Борис, вот если мы рассматриваем велосипед как спорт, да, это отдельная история. Сейчас мы все-таки говорим о неком таком, ну, если хотите, социальной его составляющей, да, как средство передвижения, средство для развлечения. А для кого-то это просто необходимость передвигаться по городу. Опять же, экономика и многие другие варианты. Но ведь говорят, что есть еще медицинская составляющая, что не каждому на велосипеде в разном возрасте можно долго им пользоваться. Есть же такая история? Есть такая история, но медицинских противопоказаний на самом деле их гораздо меньше, чем показаний. Вот. Существуют противопоказания очень, скажем так, минимальные для людей, которые перенесли какие-то проблемы серьезные очень с заболеваниями позвоночника, суставов, наверное. То есть и, собственно, все. Даже если у вас были какие-то проблемы кардио, да, то есть сердечные, то как раз велосипед будет являться показанием для его использования. То есть велосипед, мы знаем, есть еще такой велосипед, который в фитнес-клубе, тут он как раз будет помогать в какой-то степени. По мнению специалистов, велосипедных специалистов, велосипеды из фитнес-клубов – это совершенно другой тренажер. То есть это тренажер, который с нормальным велосипедом не сразу никак. Ну, точно, как и бегать по дорожке. Тоже, как бегать по дорожке, наверное. То есть два километра, что пробежал, что радио послушал, да? Да. То есть все-таки нормальный, классный, качественный, профессиональный, не с точки зрения стоимости, а просто возможность велосипед, лучше, чем фитнес крутить вот это. На порядок. На порядок, да. Тем более тут еще можно что-то наблюдать по ходу дела. У меня еще такой вопрос. И потом мы к Алексею перейдем. Пусть расскажет нам, что там творилось с ним на Байкале. Нам уж интересно. Вот недавно проблема, с которой я столкнулся, ну, опять же, это связано с вот теми товарами, которые не только касаются велосипедной истории. Очень смешная была проблема, но меня, наверное, Бог уберег, потому что я езжу в бассейн, и там оставляю велосипед. Вот есть железные вот эти страшные такие штучки. Где-то они более-менее… Можно к ним как-то приклеиться, где-то нет. Я как-то так удачно свой, значит, анти-этот замок, противоугонный замок закрутил. Я только потом понял, что я даже не прицепил ее, но замок остался на велосипеде. И он сломался в этот момент. И все. То есть он просто не открывается. То есть у меня колесо не прокручивается. Я с этим велосипедом, значит, чуть ли не на себе его тащу домой. И там у меня целая история, чтобы разрезать, значит, эту штуку и так далее. Вот я почему об этом говорю? Нету возможности, и культуры нет, чтобы ты припарковал велосипед, чтобы, а, у тебя его не украли. Во-вторых, чтобы ты нормально его припарковал. В-третьих, чтобы те средства, которые ты вложил и купил в противоугонное устройство, чтобы оно не сломалось. Сейчас я купил стационарное. И теперь каждый раз боюсь, когда оно сломается. Тогда уже, я не знаю, надо пилить только будет. Почему так происходит? Ну, все-таки рынок... Не повезло, да? Вам не повезло, да. То есть, ну, рынок развит достаточно серьезно, да. То есть, и надо все-таки смотреть на качество и класс устройств, которые вы покупаете, начиная от непосредственно велосипеда и заканчивая экипировкой, вплоть до перчаток и обуви. То есть, в велосипедной культуре все-таки очень много собственной специфики, которая именно определяет вот качество вашего общения с велосипедом, с окружающим миром во время этого общения и вот это все. То есть, надо быть внимательным. Ну, должен сказать, что, конечно, по поводу одежды и всего прочего кусаются цены. Кусаются цены. Пусть не так далеко. Мы сегодня видим в Москве, в Московской области, в больших городах люди берут велосипед на полчаса вот этот арендованный, покатались, да, где-то немножко побывали в парке и все. Как транспорт, не только внутри городской, то, о чем мы говорили вот с Борисом, что он на работу все-таки добился того, что ему разрешили там парковать. Чтобы ездить между городами на велосипеде, такое вообще реально? Или это только путешествие? Не, ну, почему реально? Ну, как Борис уже сказал, все это будет зависеть от развития инфраструктуры, если она будет создаваться подобным образом. А что нужно вам было как велопутешественнику? Чего не хватало вам во всех ваших поездках? Ну, это безопасность. Это элементарно. Либо широкая обочина, либо в идеале это велодорожки. То есть, про велосипедисты никто не думает? Ну, очень редко. Ну, хорошо. Скажем, а какие-то инфраструктуры внутри городов? Ну, тоже ж, наверное, нет ни велодорожек, ни парковочных специальных мест? Ну, они где-то есть, но, знаете, они такие все обрывистые и не особо понятные. То есть, сегодня велосипед лоббируется только, наверное, ну, мне так кажется, может быть, я не прав, меня поправьте. Громче всего он лоббируется в Москве. Такое ощущение, что у меня вокруг дома, где я живу, огромное количество велобайков этих, ну, где не продаются, а в аренду сдаются велосипеды. Но при этом я не зря упомянул самокат, который тоже вроде бы как средство передвижения, но не велосипед. И самокаты чаще и больше стали брать. Они более становятся популярными, чем велосипед. Ну, выбор каждого своего человека, как бы кому что-то нравится. Ну, может, велосипеды не очень удачные стоят на этих велобайках, которые предлагаются людям в аренду. Просто бывает, ну, как машину, да? Ты садишься и едешь. А бывает, ты садишься и с трудом движешься, пытаешься скорее от него избавиться. Я почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, конечно, у вас своя психология, как у путешественника, проехать огромное количество. Напомню, что Алексей у нас побывал в Владивостоке и съездил сейчас на Байкале. Там, кстати, на Байкале много народу вы видели на велосипеде? Казалось бы, что там, я знаю, у них самое главное средство передвижения – это знаменитая буханка. УАЗик на острове Ольхон. Только вот один вид транспорта. Я поразился, мне кажется, что Ульяновский автомобильный завод выпускает эти буханки специально для Байкала. Потому что больше там ничего не может проехать. А вот велосипедов я не помню, что там были. Ну, я вообще уехал на Кругобайкальскую железную дорогу и полностью пересек. И там за трое суток я только вообще двух путешественников встретил, и то пеших. Пеших? Да. Ну, плюс там был обвал, поэтому она была закрыта. Но у меня с велосипедом-то можно как-то пробежать, проскочить. Ну, и как я только прошел, было землетрясение как раз там. Ну, я первый велосипед. Приехал, да, из Москвы. Хорошо. Возвращаясь к Борису со следующим разговором. А как привить любовь к велосипеду? Я понимаю, что вы не просто фанаты. Для вас это как вот, ну, я не знаю, что-то естественное. Как часть вашего тела, вашего организма. Ну, а как вот рассказать людям, что велосипед – это не только детская забава, а что это вполне себе нормальный такой сосед профессиональный, который рядом с тобой, ты можешь всегда прыгнуть на него куда-то, съездить и так далее. Это же культура. Вот, да, я, пожалуй, наверное, вернусь к инфраструктуре. То есть, когда это будет доступно, то есть, это будет делать просто. Любовь не надо прививать, она либо появится, либо не появится. Да, то есть, вот когда человек может спокойно, как бы, когда он будет знать, что он может спокойно доехать до магазина, там, в радиусе километра или десяти, и спокойно куда-то поставить велосипед, сделать покупки и какие-то еще дела, и вернуться назад, для этого даже необязательны велодорожки. Вот, есть другие моменты, которые являются вот именно ключевыми. Например, мы в Люберцах видим много людей, которые едут с утра на железнодорожную станцию на маршрутке. Они бы также могли спокойно ехать на велосипеде, если бы они знали, что вот там есть велопарковка с двумя видеокамерами, с закрытым навесом, да, вот буквально небольшая, там, на сто мест, например. То есть, такая есть уже в соседних городах, на станциях, на железнодорожных. Вот, тогда человек будет знать, ну, вот что, я поеду в маршрутке, да, он сядет на велик и доедет. Он даже по Октябрьскому проспекту, я бы сказал, доедет быстрее, с утра. Вот, это факт. И будет знать, что в велосипеде ничего не случится, приедет на станцию, поедет куда-то дальше, вернется, да, то есть, и приедет домой, да, он поддержит свое здоровье, он сэкономит свои деньги и время, вот. Но только зимой не каждый, наверное, рискнет. Это все-таки сезон. Кстати, сезонный фактор играет. Да, да, то есть, он зависит от, наверное, психологии владельцев, физической подготовки владельцев, ну, и опять же, там, каких-то технических возможностей велосипеда, но это тема отдельная. Ну, многие люди находят в себе силы и зимой пользуются нормально. Ну, то есть, как бы привычка. Ну, я вот в Вене, по-моему, в Италии тоже видел, даже не в Риме, что, значит, площадь, ну, не центральная, но такая большая площадь городская, и на ней такая огромная сетка стоит. Внутри сетки огромное количество велосипедов самых разных. Вот она как-то закрывается, как такой гараж, получается, посреди города. Вот это то, о чем вы говорите. Да, это вот перехватывающая парковка, она в зависимости от топографии, да, топологии может быть в центре, может быть на пересадочных узлах, то есть, это для Европы считается нормальным. Мы, к сожалению, к этому еще не пришли. Не пришли. Хорошо. Алексей, мы все-таки надеемся, что рано или поздно пандемия нас отпустит, и границы все откроются. Куда дальше хотели бы поехать, если не говорить о родной стране? Памир. Ну а куда именно? Памиру это звучит? Нет, Памир. А, Памир, я не услышал. А, Памир, так. И вы уже, ну так, разрабатываете какой-то маршрут? Ну, были, да, мысли в этом году. Это через что там у нас идет дорога? Там много стран, я могу сейчас ошибиться. Ну, так, приблизительно нам накидайте парочку-то. А, немножко сложно будет. Ну, все, пандемия нас расслабила, да, потому что можно. А если не Памир, а если, скажем, поехать куда-нибудь туда, в сторону Европы, попытаться на какой-нибудь другой континент попасть каким-то хитрым способом? Европу тоже очень хочется посмотреть, но и, как бы, курс доллара, как бы, делает свое дело. И ценник там, как бы, соответственно, не как в России, поэтому очень дорого. А нет такой вот возможности, у нас же сейчас каршеринг появился, да, что, например, чтобы не привязываться к своему велосипеду, на одном велосипеде взял, доехал до одного места, там взял другой велосипед, и так вот обратно. Либо все-таки свое ближе к телу. Ну, конечно, его нам нужно подготавливать, вот, то есть просто взять обычный велосипед, он может не справиться у дороги. Вот, тут какие-то компоненты пробуются, тестируются, если не подходят, они оставляются. Если есть какие-то сомнения, то они, соответственно, заменяются на более лучшие. То есть, опять же, свое ближе к телу, и мы ждем, что при удачном раскладе все-таки Памир. А если будет мандемия, то куда-то уже поедете по стране. Ну, Карелию тоже рассматривал. Очень хорошо. Карелию люблю, страшно люблю. И, кстати, не так далеко по сравнению с Владивостоком, правда? Вот. Борис, последний вопрос вам. Вот к тем людям хочу, чтобы вы сейчас обратились, которые, ну, вообще велосипед не рассматривают, ну, никак, да, считают, что они либо уже возрастами подходят, что дети должны ездить, что-либо это спортсмен какой-то должен быть. Вот что бы вы им сказали? Как им предложить? Не заставить, ни в коем случае такой цели не стоит, предложить попробовать себя в новом Амплуа? Ну, вот я бы предложил сначала просто взять и попробовать. Вот. Там может быть даже парк, да, то есть это может быть какой-то даже прокатный велосипед. Ну, желательно, конечно, в парке, а не с автоматических парковок. Вот. То есть в парках сейчас масса прокатных. То есть может там более-менее хорошие аппараты. То есть там есть даже хорошие консультанты, которые выставят вам посадку на время пользования. Я видел такие случаи, и люди оставались довольны. Вот. Если воспользоваться, например, такой услугой, то человек, который не пользовался, может понять для себя, что я могу. Вот. То есть и даже так. И существуют такие случаи, я являюсь свидетелем того, что, например, вот человек, первый раз севший на велосипед, через два месяца проехал с нами 200 километров. Через два месяца, но, как бы, естественно, на это нужен здоровый образ жизни. Конечно. Вот. Это нужна целеустремленность. И нужно делать это каждый день, и вот результат, он не заставит себя ждать. Вот так. Так что задумайтесь, уважаемые телезрители, потому что я-то сам, наверное, лет пять назад вдруг вспомнил, что есть велосипед, и как-то началась совсем по-другому эта вся история. Вот тот же бассейн я ездил, и езжу только на велосипеде. Но иногда бывает времени нет и на автомобиле проехать, потому что работа все время. Большое спасибо. Хочу еще раз напомнить, кто у нас сегодня был в гостях. Это организатор-основатель велоклуба Борис Шереметьев и Алексей Курлыковил, путешественник, хорошо нам уже знакомый, тоже основатель велоклуба, люди, которые к велосипеду относятся очень, как это сказать, скурпулезно, которые считают, что это такой же вид транспорта, как и все остальные. А еще к тому же времени есть возможность не только передвигаться на нем до станции, но и уехать куда-нибудь далеко, и посмотреть мир. И это очень интересно. И для себя это важно. Не на машине, не на самолете, а именно на велосипеде. Спасибо вам большое. Меня зовут Николай Кеменко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова